В горах Друадак, локации Ротгар, можно наткнуться на странную разрушенную ворочью крепость. Пройдя вглубь, мы находим работающий портал Абливиана. Набравшись смелости, мы заходим в портал и оказываемся в странном месте. Это явно план Абливиана, но он какой-то странный. Повсюду царит ночь, небо имеет неестественный фиолетовый оттенок. В центре долины находится небольшой особняк в редгардском стиле. И повсюду мы можем наблюдать разнообразных даэдра, ведущих безмятежную жизнь. Завидев наше приближение, хозяева этого места, Фануид Хен и наставник Репариус, отзывают своих слуг и оценивают наш вид. Они явно хотят нас как-то использовать. Фануид Хен, полукнязь даэдра, предлагает пройти нам испытания для отважных воинов, как смертных, так и даэдра. Наградой в этом испытании станет возможность войти в свиту полукнязя и служить ему. Воистину великая награда. Вихревая арена предлагает вам получить комплекты экипировки, в том числе комплекты специального оружия, усиливающие ваши способности. На ветеранском уровне сложности качество оружия улучшается и будет считаться совершенным, добавляя вам дополнительные характеристики. Выполняя достижения по прохождению вихревой арены, вы можете получить три титула. Чемпион вихревой арены, бурестойкий и безупречный завоеватель, а также образ вихревый барон и краску лиловый мастер меча. Вихревая арена расположена в локации Ротгар и вышла в далеком 2015 году с дополнением Арсиниум. С тех времен механики арены не изменились. Но большое изменение претерпели характеристики наших персонажей – урон, здоровье, лечение и сопротивляемости. Это заметно упрощает освоение арены новым игрокам, и она вполне проходима в базовых ремесленных комплектах экипировки. Тем не менее, для прохождения бессмертей для начала придется не один раз умереть и накопить знаний. Вихревая арена – отличный источник опыта для вас и вашего персонажа, позволяющая понять базовые механики игры. Для начала желательно набрать 300, а лучше 500 очков героя для ее покорения. При повышении очков героя вы можете выбрать звезды, увеличивающие ваши характеристики – урон, защиту к различным типам урона, усиление щитов, восстановление ресурсов и так далее. Благодаря этому вам станет легче проходить вихревую арену. На нашем сайте вы можете найти сборки, рассчитанные под арены. В разделе «Билды» выберите ваш класс, где вы сможете посмотреть сборки на вихревую арену. Также там будет описана еда и изделия, которые помогут вам в прохождении. На некоторых аренах вам могут понадобиться способности, которые прерывают противнику сотворение его заклинания, либо механику. Например, как у храмовника – опрокидывающий рывок. Либо из посоха разрушения – сокрушение стихии, или из лука – ядовитая стрела. Обратите внимание, вам нужен навык с прерыванием. Игроки ближнего боя для сокращения времени могут формировать для себя более плотный стак противников за счет умения из гильдии бойцов «Серебряная цепь». Это позволит, пока к вам бегут противники ближнего боя, притянуть к себе противников дальнего боя и рубить по ним одним ударом сразу. Важная задача будет научиться маневрировать между противниками и занимать выгодные позиции. Иногда выгоднее будет отбегать, это называется кайт или кайтинг. Иногда принимать урон в блок, снижая входящий урон. А в некоторых случаях и вовсе выгоднее будет уйти у кувырком, чтобы полностью избежать урона и подтянуть уровень здоровья. С практикой вы поймете, в каких ситуациях подойдет тот или иной маневр. Используйте сигилы, если вы испытываете сложности. Каждая из них дает разные бонусы на 30 секунд, и они будут сильны в определенных ситуациях. Сигилы ускорения – крылья. Дает вам активный положительный эффект «Великое ускорение», которое увеличит вашу скорость передвижения на 30%. Также эффект этого сигилы увеличивает восстановление вашего здоровья, магии и выносливости. Сигил исцеления – кубок. Постепенно восстанавливает вам здоровье. Сигил могущество – топор. Увеличивает ваш наносимый урон. Сигил защиты – щит. Уменьшает количество входящего урона и дополнительно отражает все атаки дальнего боя обратно атакующему, часто заставляя противников дальнего боя убивать себя. Если вы играете на компьютере, то не забывайте, что у вас есть доступ к пользовательским модификациям. Очень часто новые игроки испытывают проблемы с тем, что не замечают некоторые механики, на которые важно реагировать. С этим вам могут помочь следующие модификации – Кодскомбаталерс и Самурай. Хорошим решением будет настроить цвета и повысить яркость дружественных и вражеских способностей по площади. Для этого зайдите в настройки игры в раздел «Игровой процесс». Яркость лучше выкрутить на максимум. При выборе цвета руководствуйтесь его насыщенностью. Постарайтесь настроить цвет вражеских умений так, чтобы вы без проблем могли их рассмотреть в пылу сражения и вовремя среагировать. Например, не стоит ставить красный и оранжевый цвет, так как это довольно часто встречающаяся комбинация цветов. Иногда вы можете просто не разглядеть эффект. Вам может не понравиться, но самый редко встречающий цвет – это розовый. И он отлично подходит для наших целей. Если этот вариант не подходит по эстетическим соображениям, то можно еще попробовать воспользоваться пользовательской модификацией RGBAOE. Она будет постоянно менять цвет с заданной частотой. Это будет ваша самая лучшая дискотека. Лучшая защита – это нападение. На вихревой арене это очень полезное руководство к действию. Многие противники просто не успевают создать для вас серьезные угрозы, если вы сразу положите их на лопатки. Не стоит сильно паниковать и часто прожимать защитные умения. Разложите умения по площади заранее. В дарте суперспособности по сильным монстрам и вы заметите, насколько проще проходятся некоторые моменты. С этим вам может помочь мифический предмет Кольцо Бледного Ордена, который позволит вам опустить момент лечения, пока вы находитесь в атаке. А для уже опытных игроков, уверенных в своих силах и планирующих ускорять темп прохождения, хорошим решением станут Торсианские Душители. Первая арена легко проходится всеми. Но начиная со второй арены, вам предстоит встретиться с опасными и сложными механиками. Не стоит огорчаться поражением. Учитесь, адаптируйтесь и накапливайте опыт. С каждой новой попыткой вам будет становиться легче, а в какой-то момент вы уже поймете, что не испытываете трудностей в прохождении вовсе. Для видеопрохождения я специально сделал сборку из заремесленных комплектов. Вы сможете получить такие по сути в начале игры у любого крафтера. Позолотил только пушки, что весьма бюджетно. Не монстр сета, не мифических предметов. Также я скинул очки героя до 300 уровня. Все это я проделал в целях показать, что при понимании, как устроена игра, вы сможете стабильно проходить ту арену, а с улучшением экипировки буквально пролетать ее. И не делайте лорных выводов. Даже при моем опыте я периодически совершал грубые ошибки и отъезжал на тот свет. Практикуйтесь и все будет. Если в будущем вы планируете оптимизировать ваш урон и скорость прохождения, вам пригодится информация по здоровью боссов и необходимому значению пробития для максимизации урона. Таблица представлена на экране. В ролике я опущу описание каждого монстра арен. В случае необходимости изучить их механики, добро пожаловать в текстовую версию руководства на нашем сайте. Первая арена – Долина Абсурда. Приняв вызов, Фануид Хэн оглашает начало боя и открывает первый портал – В Долину Абсурда. Противники будут появляться из белых порталов и вы можете заранее раскидать ваши наземные способности, чтобы положить врагов на лопатки сразу после появления. Также хорошим решением будет заранее наложить на себя активные положительные эффекты, например, щиты, навыки, увеличивающие ваш урон или снижающие сопротивление цели. Самая легкая из всех арен и, как правило, не вызывает проблем. Новому игроку может быть некомфортно от постоянно двигающейся за вами в некротической сферы. Наступая в него, вы будете получать урон, который, как правило, является самой частой причиной смерти здесь. Постарайтесь находиться постоянно в движении, а в случае необходимости ставить у цели близко длительное время, маневрируйте вокруг. Босс – Максус Ноголики. Сразу после появления из портала он начинает призывать свои копии – Максус Воитель и Максус Появитель Стихий, Который является усиленными версиями Соблазнителя Темного Поджигателя и Соблазнителя Рыцаря. Темный Поджигатель вместо огня будет использовать электричество и телепортироваться на вас в попытке оглушить. Рыцарь будет использовать точно такие же умения, но в усиленном варианте. Максус будет перемещаться по арене с помощью телепорта и подкидывать под вас электрическую руну, которая после активации будет хватать вас, тем самым обездвиживая. Если вы не убили его копии или его до следующего телепорта, Максус поглотит свои копии, восстановив себе часть здоровья. Чем дольше вы затягиваете бой, тем больше будет в последующем появляться врагов. Так что оценивайте ваши силы и в случае необходимости переключайтесь на копии. Вторая арена – Балкон Сета. Следующая арена – это участок, вырванный из заводного города. На второй арене вам понадобится очень много нервов поначалу. Многие люди после нее покидали игру, так как не смогли ее пройти. Враги тут не очень сильные, но компенсировать это будут постоянно двигающиеся по всей арене лезвия, которые наносят существенный урон и вешают кровотечение. Также вам нельзя будет заходить в центр, так как там будет находиться электрическое поле. Вы можете ненадолго отключить питание лезвий, дернав за рычаги по краям арены. Но самым простым решением будет просто своевременно блокировать лезвие и сконцентрировать внимание на убийстве противников. Босс. Центурионы-воители. Этот босс представлен тремя двимерскими центурионами. У каждого свое здоровье и каждые 25% потерянного здоровья они будут присаживаться, включая щит, передавая очередь в борьбе другому центуриону. Используют все стандартные атаки двимерского центуриона в усиленном варианте. Если вы разорвете дистанцию с центурионом, он начнет стрелять электрическими зарядами навесом в попытках поразить вас. Для новичка хорошая идея будет подвести центурионов к друг другу. Это позволит не перекидывать лишний раз умения по площади и наносить урон, так сказать, не отходя от кассы. Для опытных игроков стоит обратить внимание на то, что центурион не может наложить на себя щит, пока выполняет какую-либо механику. Самое долгое из них – выстрел электрическими зарядами. Отойдите в начале схватки с каждым центурионом на небольшое расстояние и, если у вас достаточно урона, вы сможете уложить центурионов до момента активации щита прямо на месте, что заметно сильно сократит время прохождения этой арены. Третья арена – болот разрядов. Вам не дадут расслабиться весь бой. Финальный босс будет наблюдать за ходом сражения и постоянно мешать вам с балкона. В попытках с вами расправиться ламия будет Кидать яд на определенной области, чтобы сковать ваши передвижения. Кидать лечащего ару от своих союзников, которой вы также можете воспользоваться. Электризовывать воду на арене с целью нанести вам урон, если вы находитесь вне островов. И самое противное – бросать молнии, которые будут бить в ваше текущее местоположение. Во время этой механики не стойте на месте и постоянно двигайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Босс. Ламия королева. После выхода ламия из балкона ко всем перечисленным выше механикам добавится звуковая конусная атака перед собой с оглушающим эффектом. Хорошим решением будет не стоять на месте, а постоянно маневрировать вокруг ламии. Хорошим решением будет сразу после появления босса подойти на ближайший остров и раскидать умения по площади заранее. Сразу после того, как она подойдет, скорее всего, она будет использовать звуковую атаку. Так что не забывайте о движении. Атака довольно долгая и вы можете неплохо просадить босса. Опытные игроки убивают ее прямо на месте. Для новых игроков я бы советовал сконцентрировать внимание на появляющихся помощников и убивать их в первую очередь, как только они подходят. Четвертая арена. Маховик сета. Маховик сетвертая арена. Маховик сетвертая арена. Маховик сетвертая арена. Босс. Страш управления. Он выглядит, как большой двимерзкий паук. Будет двигаться по кругу арены и бить вас электричеством, когда вы отходите от него. Во время этой фазы ваша задача постоянно находиться под брюхом босса. Как только он остановится, то он начнет испускать пламя под собой и кидать его в вас в сгустки пламени. Вам необходимо выйти из пламени и продолжать наносить урон. Как только пламя закончится, босс снова продолжит движение по таким же правилам. Все время битвы со стражем будут появляться дозорные и другие враги. Для новых игроков хорошим решением будет убивать дозорных и всех, кто выходит на помощь к боссу. Если затянуть бой и не обращать внимания на подкрепление, в какой-то прекрасный момент вас завалят числом. На старте обратите внимание, что босс всегда идет в одну и ту же сторону. Ваша задача положить надземные доты заранее и скинуть вашу суперспособность. До следующей остановки обновлять доты не имеет смысла из-за постоянного движения. Используйте только спам-умение. С ростом опыта и вашего урона вы перестанете отвлекаться на подкрепление и будете укладывать этого босса до остановки. Пятая арена. Кровавый каток. Арена встречает вас тремя льдинами, окруженными водой. Перемещение по воде вас будет замедлять и наносить постепенно увеличивающийся урон. В конце концов, долгое нахождение в воде просто заморозит вас и убьет. Это одна из самых сложных арен и вам потребуется много терпения, чтобы привыкнуть к ней. Новичкам хорошим решением будет добавить на панель умений способность с прерывающим эффектом. Например, ядовитая стрела из лука или сокрушение стихии в ветке посоха. В основном это понадобится для прерывания тролля, который постоянно будет появляться во время боя и пытаться разломить одну из льдин. При уничтожении льдины троллем будет появляться лейминида оракул, которая будет вас преследовать, атаковать и стараться заморозить, накладывая эффект замедления. Убивайте ее при первой возможности. Старайтесь меньше перебегать по воде, чтобы не получать лишнего урона и не создавать возможности комбинирования нескольких типов урона вполам, что может привести к смерти. С ростом опыта вы начнете запоминать, где появляются новые волны врагов и действовать превентивно, а тролля сможете убивать несколькими ударами вместо прерывания. Это сильно сократит время прохождения, а уничтожение некоторых противников сразу на старте поможет использовать более агрессивные сборки вместо концентрации на защите. На этой арене будет много противников, наносящих серьезные уроны в дистанции. Игрокам ближнего боя необходимо будет наращивать дистанцию от противников, чтобы они зашли на льдину, или использовать умение из гильдии бойцов «Серебряная цепь» для притяжки противника сразу к вам. Второй вариант более агрессивный и позволит вам быстрее расправляться с врагами, что в итоге приведет к снижению урона по вам. Босс Матриарх Руна После последней волны врагов, где вы убили великанов, выйдет главный босс этой арены, великан Матриарх Руна. Ее атаки очень медлительно, даже обычные атаки. Но все наносят очень солидный урон и могут вас с легкостью убить. В том числе она постоянно будет пытаться прогнать вас с арены своими умениями. Одно из них – удар по площади вокруг себя, имея довольно большой радиус, заставляющий вас отойти на край льдины. Также она будет испускать устрашающий рев, из которого важно как можно быстрее освободиться. По мере опускания ее здоровья будут появляться новые враги с прошлых волн. Если вы еще только начали осваиваться на арене, сконцентрируйте урон на них. На приблизительно 80-75% здоровье босс разобьет ближайшую льдину к себе, заставляя вас перебежать на соседнюю. На 50% в разнос пойдет вторая льдина. Последняя льдина – своего рода проверка вашего урона. Если вы слишком долго задержитесь, она ее разобьет тоже, оставив фазу без защиты. Приберегите вашу суперспособность на фазу добивания. Хорошим решением для начинающего игрока будет оставить себе последнюю льдину с сигилом щита и топора. Это может дать вам силы на последний рывок. Шестая арена – спиральные тени. При появлении на этой арене вы увидите 5 обелисков, некоторые из которых находятся в паутине. Также на арене постоянно даже вне боя будут появляться и бегать жуки – ядовитый харвор. Они будут ходить по арене, не нападая на вас. Ваша задача – подманивать их ударом ближе к запутанным обелискам и добивать. Таким образом, вы будете снимать паутины с обелисков. Если жук умер далеко от обелиска, можно использовать синергию с его тела для совершения броска в обелиск издалека. Каждый обелиск будет испускать свет на некоторое время, помогающий защититься от налета небольших красных пауков, преследующих вас. Как только они зайдут в радиус света обелиска, то уже не будут представлять опасности и начнут бегать от вас. Не следует тратить на них силы и убивать. Света более чем достаточно. Вам необходимо минимум 2 обелиска для безопасности от этой механики. При снятии со всех обелисков паутины вы активируете их все разом, оглушая всех противников на арене и увеличивая урон по ним. После окончания этой механики 4 обелиска снова покроются паутиной. Не забывайте убивать маленьких пауков у обелисков, чтобы не давать им запутать обелиск в паутину. Эти засранцы будут появляться время от времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С самого начала борьбы на этой арене босс будет стоять и наблюдать за вами с балкона, используя электрические молнии, которые бьют по вам на протяжении всех волн. Будьте осторожны с этой механикой и не забывайте маневрировать так же, как вы это делали на третьей арене. Во время боя непосредственно с ней использует направленную электрическую атаку по площади прямо в вас. Она довольно быстрая и наносит много урона. Важно сбивать или блокировать. Также время от времени использует атаку по площади вокруг себя. Также важно блокировать или выходить из нее. Периодически будет призывать доядра паука, который куда больше по размерам, чем другие пауки на арене. Он довольно противный, так как его плевки постоянно будут наносить вам урон и замедлять с каждым попаданием. Замедление сбрасывается, как только паук умирает. Так что не оставляйте его в живых на долгое время. Примерно 50% здоровья босса появится шатун, который будет бегать за вами и мешать попасть в босса из-за своего массивного тела. Также его хоть и медленные, но сильные атаки в комбинации с атаками босса легко могут положить вас на лопатки. Сохраняйте суперспособности на этот момент. Чем дольше протекает бой, тем сильнее становится босс. У нее есть своя механика ярости. Каждый раз, когда она мигает красным, она становится сильнее и у нее повышается сопротивляемость. В один прекрасный момент она может вас убить одним ударом. Ее стадия ярости сбрасывается, если вы оглушите ее с помощью механики обелисков, сняв паутину со всех. Для новичков хорошим решением будет внимательно следить за жуками и обелисками, оставляя последний обелиск в паутине. Таким образом, вы сможете контролировать момент, когда вам нужно будет нанести максимум урона или восстановиться по ресурсам. Отличный тайминг использования обелисков примерно на 50% здоровья босса. Таким образом, вы сильно стабилизируете ситуацию. Опытные игроки убивают босса сразу на месте, ни на что не отвлекаясь. Можно помочь себе, используя обелиски в самом начале боя. Таким образом, выйдет из оглушения уже к концу боя или не выйдет вовсе. Седьмая арена – мрачные своды. Одна из самых сложных арен, заставляющая ошибаться даже самых опытных игроков. Если откроете словарь на слове «душный», то там будет изображение этой арены. Самое главное напасть – постоянно появляющиеся в разных местах взрывающиеся растения, накладывающие яд после детонации. Поймав яд, у вас есть буквально несколько секунд, чтобы почиститься в лужах на краях арены, иначе вы сразу уезжаете на тот свет. Активируются эти растения, если вы подошли к ним слишком близко, или при появлении специального противника – ядовитой заклинательницы. Просто стоять в лужах и убивать врагов не получится. В этих лужах не проходит урон по врагам, так что придется постоянно двигаться и иметь глаза на затылке. Хорошим решением будет контролировать в уме текущее положение растений. КОНЕЦ 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 Босс. Чудовищный арганианин. Босс этой арены не очень быстрый, но наносит колоссальный урон. Находясь к нему довольно близко и не блокируя атаки, можно с легкостью улететь на тот свет в самом начале битвы. Кроме того, что он сам напитывает от души, так на арене постоянно будет появляться заклинательница и активировать растения, чтобы застать вас врасплох. Сам босс активно вас кусает, накладывая кровотечение и оглушение. Может также ударить ногой перед собой, выпуская осколки из земли, которые также наносят сильный урон. Все эти атаки важно блокировать или катить. После 20 секунд от начала боя призывают двух арганианок-надсмотрщиц, которые будут стрелять в вас разрядами молний. При убийстве одной, вторая начнет создавать щит вокруг себя, которая спасет вас от следующей механики босса. Яростного крика, убивающего все, что не находится в радиусе щита. Крик можно сбить, но в таком случае босс останется в ярости и бой с ним будет очень трудным. Куда лучше вариант убить самую дальнюю надсмотрщицу от босса и прибежать к другой, вставь под щит. В идеале босс в этот момент будет не сильно далеко и вы без проблем сможете продолжить наносить по нему урон. Как только крик закончится, ярость босса уйдет, а вы сможете добить вторую надсмотрщицу. Не затягивайте с этим, так как они после этой механики становятся сильнее. Если босс не умрет в течение следующих 20 секунд, появятся новые надсмотрщицы. Будьте осторожны, нанося урон по боссу во время щита. Не используйте способности и монстр сеты, которые могут убить надсмотрщицу во время крика. В таком случае вы останетесь без защиты. Крик босса действует 10 секунд. Внимательно смотрите на положение растений. Если во время крика появится заклинательница, она сразу умрет, но активирует растения. Они могут задеть вас, когда вы будете под щитом, но почиститься у вас возможностей уже не будет. Как вариант, вы можете расчистить себе площадку для боя с помощью пробежки рядом с растениями, но лучше выбирать место для боя заранее, чтобы не тратить на это время. Восьмая арена – лавовый резервуар. Арена встречает вас островом, который находится в лаве, с тремя разрушенными камнями-оберегами, которые будут восстанавливаться при определенных врагах, защищая их. Подходя к краям арены, из лавы будут вырываться сгустки огня, которые будут пытаться упасть вам на голову. Субтитры подогнал «Симон» Отдельно хотел бы рассказать здесь про монстра «Огненный рыцарь». Этот противник, пожалуй, опаснее, чем сам босс. Для его уничтожения необходимо разрушить камень-оберег, после чего он оглушается на небольшое время. Его атаки наносят сильный урон, но самое интересное – это их комбинирование, которое может отправить вас на тот свет в момент. Почти сразу после появления попытается притянуть вас к себе с помощью цепочки. Ее можно заблокировать или уйти кувырком. Если все же вас притянули, будьте осторожны. Она может либо ударить вас хлыстом, либо огненным дыханием. Это может вас убить на месте. В комбинации с этими умениями также ставят под себя штандарт, который увеличивает урон ей и наносит постепенный огненный урон вам. Также периодически будут подкидывать огненную лужу под вас с расходящимися волнами-крестом. Очень опасный противник, которого важно убить как можно быстрее. Все атаки важно блокировать или уходить кувырком. Внимательно следите за своим здоровьем. Не ошибкой будет порой блок кастить, не используя даже обычные атаки, чтобы переждать особо опасные механики или восстанавливая здоровье. Босс. Валкен Тефра. Очень медленный босс, но ее удары наносят очень большой урон. Перед тем, чтобы ее убить, вам нужно будет уничтожить 3 камня оберега, после чего она будет оглушена на долгое время. После окончания оглушения снова станет неуязвимой и восстановит камни обереги, и вам снова необходимо будет их разрушить. Пока она не оглушена, будет использовать сильное огненное дыхание и выпускать в вас большие огненные волны. Также во время боя будет появляться дремора Кингалт и мешать вам в убийстве босса с помощью огненного вихря. Хорошим решением для ее убийства будет освободить арену от других монстров и дождаться, когда босс подойдет близко к последнему камню оберегу. После этого наложите ваши способности по площади через камень и босса, и как только Тефра уйдет в оглушение, обрушивайте на нее вашу суперспособность и весь урон. Как правило, одной такой фазы хватает. Девятая арена – театр отчаяния. Это финальная арена. Вы появитесь на острове, окруженном лавой, как и на прошлой арене. Подходя к краям арены, из лавы будут вырываться сгустки огня, которые будут пытаться упасть вам на голову. По всей арене будут путешествовать в разном направлении белые призраки, олицетворяющие отчаяние, и которые будут наносить вам урон, если вы с ними пересечетесь. Золотые призраки, олицетворяющие надежды, будут появляться по одному через некоторое время и будут улучшать тех, с кем они соединятся. Но только человекоподобных существ. Если они впитаются во врагов, то у врагов станет в два раза сильнее урон и повысится сопротивляемость. Если вы соединились с ними три раза, то у вас будет примерно 30 секунд, чтобы активировать синергию взрыва, при которой все белые призраки исчезнут, а враги оглушатся на некоторое время. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Битва с боссом наверху Ваша задача на этом этапе уничтожить три кристалла. Площадь по центру и по краям за вами будет пустая. Вам нужно будет аккуратно бегать по кругу и не стоять на месте, так как в вас постоянно будут падать метеориты. Также босс в определенные моменты боя будет кидать в вас череп в попытке оттолкнуть и скинуть вниз. Если это произошло, вам придется снова заряжать руну для подъема. У каждой механики в игре есть свой звук и череп не исключение. Прислушайтесь и вы услышите приближающуюся угрозу. Это может помочь вам, если вы играете без аддонов. Также пока вы находитесь наверху, вы постоянно будете получать немного урона, поэтому долго стоять не получится. Важно убивать кристаллы и не тратить время зря. Если урон становится совсем критичным, то вы можете самостоятельно спрыгнуть вниз, чтобы снять с себя эффект. Пока убьете кристаллы, босс также будет впитывать энергию, которую через некоторое время выпустит, выкинув вас с верхнего яруса, если вы не спрячетесь за движущимся щитом во время этой механики. Каждый раз во время этой механики щит будет начинать двигаться все быстрее. Будьте бдительны и не затягивайте убийство кристаллов. Битва с боссом после уничтожения кристалла сверху. Босс вернется обратно вниз и будет сразу же использовать залп некротических шаров в вас. В этот момент также начнут появляться золотые призраки, летящие к боссу. Если босс получит три призрака, то он получит доступ к силе, которую сдерживал наверху. Обратите внимание, наверху вокруг босса аура, которую он постепенно освобождает, пытаясь выкидывать вас. Она вам и наносила периодический урон. Собрав три призрака, босс ее создаст внизу. Она выглядит как вихри по всей арене и будет уничтожать все вокруг, убивая вас за секунды. Чтобы этого не произошло, соберите призраки сами, а собрав три призрака, оглушите всех на арене. Новых заклинаний у босса на этой фазе не появляется. Будьте внимательны к дремору Гандракен. Они будут периодически появляться, чтобы призвать костяного колоса. Бейте босса, сбивайте заклинания, контролируйте призраков и проблемы с боссом у вас не возникнут. Опытные игроки, хорошо понимающие тайминги боя, могут убивать этого босса, пропуская абсолютно все механики. Но для этого вам потребуется специальная сборка, рассчитанная на броню босса и максимальный урон. И три призрака, собранные заранее на прошлой арене. На 70% здоровья, когда босс будет готов уйти на верхний ярус, вы оглушаете его с помощью синергии призраков и убиваете, пока он стоит в оглушении. После того, как вы одолели Варьяк Солкин, перед нами открывается портал, который ведет нас в начальную долину. Фануид Хэнк поздравляет вас, дает нам скромное вознаграждение и благодарит, что мы смогли навеять ему память о баронах, что позволило полукнязю создать барона из памяти. Теперь он сможет начать завоевание Аурбиса. И он обещает вас не забыть, ну по крайней мере наставник нас не забудет, ведь он и есть его память. И на этом, похоже, теряет к нам всякий интерес, давая нам возможность спокойно уйти. С каждым новым прохождением арены вы будете привыкать к различным механикам игры. И эти знания помогут вам в будущем в любых других вызовах игры. Надеемся, что это руководство было для вас полезно, а вам желаем уверенных прохождений. Но если у вас что-то не получается или осталось что-то непонятно, не расстраивайтесь. Пишите в комментариях. Мы поможем советами и прохождениями. Отдельно хочу поблагодарить игроков Undead за подготовки лордных ставок в ролик. И Айтира Куба, который провел большое количество тестов и различных прохождений этой арены для того, чтобы составить для вас такую прекрасную информацию. Ссылочки на их каналы вы увидите в описании. Еще раз всем спасибо за просмотр и приятной игры. Субтитры сделал DimaTorzok